Всем привет! Да, видео очень давно не было, и в прошлом видео, где-то полгода назад, я обещал в следующий раз рассказать про то, всегда ли выполняется закон сохранения энергии, и можно ли его как-то нарушить, то есть можно ли создать энергию из ниоткуда, или наоборот уничтожить энергию. Тема вообще довольно сложная и какая-то не очень популярная, я не нашёл особо научпопа по этой теме. Если на ютубе попробовать что-то такое поискать, там будут тысячи каких-то стрёмных видосов, но к физике это всё имеет мало отношения, а если посмотреть на реальную физику или спросить физиков, можно ли получить энергию из вакуума, они ответят, ну вот, из этого всё следует, это очевидно. И в результате нет какого-то такого понятного материала, и сейчас я бы хотел как раз об этом рассказать. То есть как в физике можно на самом деле получить энергию из ниоткуда, и почему этого до сих пор никто не делает. Во-первых, давайте рассмотрим вообще, почему энергию нельзя получить из ниоткуда, то есть почему она сохраняется обычно. Вообще в школе нас учили, что энергия всегда сохраняется, то есть она не появляется из ниоткуда и в никуда не исчезает. А любая работа, она просто переводит энергию из одного состояния в другое. То есть обычно у нас есть какой-то двигатель, он просто берёт энергию, вот где-то много энергии, да, где-то мало, и он её переводит оттуда сюда. И где-то посередине вот мы можем что-то полезное извлечь, какую-то полезную работу. Допустим, у нас есть водопад, и у воды, которая наверху, у неё есть потенциальная энергия, она та, чтобы упасть вниз. И вода, соответственно, падая, эту энергию тратит. Ну, то есть она её фактически не тратит, она её просто переводит в другой состоянии, да, там в тепло, например, других молекул, которые находятся вокруг. Мы можем вот туда посередине присоседиться и как-то эту энергию себе полезно получать, да. То есть мы, например, ставим какую-нибудь водяную мельницу, она будет крутиться от этой воды и нам совершать какую-то работу. То есть всегда, когда мы получаем энергию, просто есть некоторый перепад энергии. Где-то её много, где-то мало, и мы её вот получаем. Точно так же и со всеми химическими связями, да, вот они там разрушаются, электроны из одного места в другое перетекают, и мы получаем энергию. Или там точно так же даже с ядерной энергией, да, ну, правда, например, солнечная энергия, это нам энергия от Солнца прилетает, то есть она как бы нам дополнительная появляется, но у Солнца-то она изначально была, то есть она тоже сохраняется вот в целой системе, да, где есть Земля, где есть Солнце. Общая энергия одна и та же. И получается, что вечный двигатель мы таким образом построить не можем, потому что нам постоянно нужна будет энергия. А даже если бы мы попытались сделать двигатель, который поддерживал бы только свою работу и не совершал бы ничего полезного, у нас это всё равно не получится, потому что все двигатели ещё и не имеют стопроцентную эффективность. То есть часть энергии всегда будет теряться в какие-то другие виды энергии, обычно это тепло. А вот в тех вот тысячах видосов, где какие-то инженеры собирают какие-то типа вечные двигатели, которые, если каким-то образом работают вечными, точно не являются, они апеллируют к некоторой энергии вакуума. И тут есть некоторая часть правды, но не та, которую они обычно используют. Давайте посмотрим, какие там есть обычные ошибки. Почему энергию таким образом из ниоткуда не получится извлечь? То есть, во-первых, энергия вакуума действительно есть. И это важное понятие физики. И в квантромеханике энергия вообще обязана быть везде всегда. То есть даже в пустом пространстве там есть некоторое количество энергии всегда, в любой точке пространства. То есть у нас всегда есть некоторые колебания энергии. И, кстати, вот эти вот колебания, которые в каждой точке пространства не нулевые, они в физике называются нулевыми колебаниями. Потому что в физике очень крутые названия. На самом деле они называются нулевыми, потому что имеется в виду, что это вот самый ноль ниже уже нельзя. То есть даже при самой минимальной энергии она у нас все равно будет. То есть мы не можем добиться абсолютного нуля энергии. И на самом деле, если вот мы возьмем все пространство, там любой кусок пространства, да, даже пустого, там будет очень много энергии. Но мы её не можем получить. Потому что, вот смотрите, вот тот пример, который был с водяной мельницей. У нас было много энергии, у нас есть мало энергии. У нас есть перепад, и он создаёт работу. Тут у нас есть много энергии везде. Она равномерно распределена. Это как если мы поставим вот эту водяную мельницу посреди ровного гладкого океана. Вот воды много, а никакой пользы от этого нет. Нахрена мы это сделали? И таким образом получается, что мы никак не можем получить энергию из ниоткуда. Ну или всё-таки можем. Давайте посмотрим как. И для этого сначала приведу более простой пример. А именно закон сохранения массы. Закон сохранения массы, он чем-то ведь похож на закон сохранения энергии. Ведь энергия пропорциональна массе, как мы знаем из знаменитого уравнения. Когда-то давно были алхимики. И они пытались как-то систематизировать превращение одних веществ в другие. То есть они пытались изобрести, можно сказать, современную химию. И многие из них пользовались вполне научными методами. Просто у них было мало информации. Они не знали о том, как это всё работает. И возможно самое главное, чего у них не было. И то, что многие люди считают именно превратила ту самую магическую алхимию в современную химию. Это закон сохранения массы. Он помог решить огромное количество проблем. Люди наконец-то поняли, что когда мы, например, что-то сжигаем, масса не исчезает. Она превращается, например, в газ. И общее количество вещества остаётся тем же. Но это всё равно остаётся. То есть масса всё равно есть. Если мы всё это соберём, то в целом мы найдём такое же количество атомов, которое у нас было. Здесь перераспределяются только атомы между молекулами. Меняются лишь их химические связи. Вообще закон о сохранении массы позволил довольно сильно продвинуть науку, но он оказался неверным. Потому что на самом деле масса не аддитивна. Это значит, что она не складывается обычным сложением. То есть, допустим, если у нас есть какая-то частица, которая весит, ну, какие-то условные, допустим, у нас 2 плюс 2, да, если у нас частицы весят 2 плюс 2, то мы их вместе складываем, совмещаем, чтобы они были соединены. Они у нас 4 весить не будут. Так работает, например, в ядерной физике, да, когда мы берём там 2 ядра какого-нибудь, там гелия, да, мы их совмещаем в одно большое ядро атома какого-нибудь там бериллия у нас получается, наверное, или что-то такое. И оно будет весить не столько же, сколько весили 2 тех ядра. Вообще в своём самом первом видео на этом канале я когда-то рассказывал подробно про то, как устроена масса, можете посмотреть его. Можно даже, наверное, сказать, что масса – это некоторый такой частный случай проявления энергии. Это, в общем-то, всё неважно. Это был просто пример закона сохранения, который оказался неработающим. Вот как мы, например, заметили, закон сохранения массы не является каким-то фундаментальным законом природы. Просто так совпало, что в большинстве случаев он выполняется почти всегда, но не всегда. В квантовой механике, например, это становится особенно заметно. А вот закон сохранения энергии тоже не является фундаментальным законом. И тоже просто так получилось, что он всегда выполняется, ну, почти всегда. Но если закон сохранения энергии не является фундаментальным, то что же является тем самым фундаментальным, на чем стоит этот закон? И оказывается, что это теорема Ньотер. Теорема Ньотер была открыта в начале 20 века, Эмми Ньотер. Она вообще была математиком, но однажды ее Эйнштейн с коллегами попросили помочь с физикой. И внезапно она совершила кучу открытий. И вот самым, наверное, важным была как раз вот эта теорема Ньотер, которая является некоторой математической теоремой, относящейся к физике. Она заметила связь между симметриями Вселенной и законами сохранения. Во-первых, что такое симметрия в физике или в математике? Во-первых, самое очевидное то, что Вселенная как бы симметрична. То есть у какого-то направления нет приоритета. То есть мы можем поворачиваться в разные стороны, и эти стороны будут как бы одинаковыми. Ну, с точки зрения законов физики, да, то есть если мы пойдем туда, это то же самое, как если мы пойдем туда, там законы физики никак не будут различаться. Значит, в разных направлениях Вселенная как бы симметрична относительно законов физики, да. Точно так же она симметрична в разных местах, то есть она одинакова. То есть если мы перенесемся в другое место в пространстве, да, там тоже будут работать те же законы физики. И на самом деле, если вся Вселенная возьмет и перенесется на километр вправо или влево, то никто ничего не заметит, ведь все объекты относительно друг друга остались на тех же местах. Это и есть симметрия. То есть мы не сможем отличить некоторый переход Вселенной из одного состояния в другого относительно вот этой симметричной штуки. Соответственно, если вся Вселенная возьмет и повернется резко, то есть моментально, мы этого тоже не заметим, потому что относительно нас все объекты останутся. Получается, если все вместе повернется, то ничего как бы не поменяется, потому что повернулось все. И мы не можем найти какую-то точку отсчета, относительно чего мы бы заметили этот поворот. Ну и также есть симметрия во времени. То есть в прошлом или в будущем законы физики, в общем-то, одинаковые. И опять же, если Вселенная переместится на 10 миллиардов лет вперед, то есть просто они возьмут как-то, пройдут моментально, то ничего вроде бы не поменяется. Ведь все объекты остались на своих местах относительно друг друга. И есть еще другие симметрии, но самое главное, что каждая из этих симметрий соответствует какой-то закон сохранения энергии. Например, симметрия пространства, то есть вот именно при переносе из одной точки в другую соответствует закон сохранения импульса. А симметрия поворота соответствует закон сохранения момента импульса, то есть углового момента, то есть вращения какого-то. Ну и третий закон о симметричности времени, он как раз говорит о том, что сохраняется энергия. Потому что энергия это как раз то, что мы измеряем со временем. И, соответственно, закон сохранения энергии не является фундаментальным, а он следует из симметрии времени. То есть, закон сохранения энергии, он не является фундаментальным. Вместо этого он следует из теоремы Нетр, а именно из симметричности времени. И это вот важный пункт, который надо запомнить. А сейчас я пока расскажу про второй пункт. А второй пункт это темная энергия. Она была открыта не так давно, лет 20 назад, фактически она означает то, что Вселенная расширяется с ускорением, это и назвали темной энергией. То есть Вселенная, ну как мы знаем, она расширяется, но обнаружилось, что она расширяется еще со временем все быстрее и быстрее. Мы можем измерить скорость расширения Вселенной, и как оказалось, она расширяется с ускорением, то есть со временем она расширяется все быстрее и быстрее. То есть, когда-то она расширялась у меня длиннее, в будущем она будет расширяться быстрее. И, как я уже говорил, время должно быть симметричным. То есть, каждый момент времени он должен быть одинаковым. То есть, если бы вся Вселенная взяла и каким-то образом в пространстве времени переместилась бы на много миллиардов лет вперед, мы должны этого не заметить, следуя и симметричности времени. Но мы это заметим, потому что есть ускоренное расширение. То есть, когда мы переместимся в будущее, мы увидим, что Вселенная расширяется быстрее. И оказывается, что время из-за этого не одинаковое. То есть в прошлом Вселенная расширялась медленнее, в будущем она будет быстрее. Получается, время оно не симметричное. То есть получается, что вот эта симметрия времени, она не выполняется. А раз она не выполняется, то и закон сохранения энергии, который следует из нее, тоже не выполняется. Давайте посмотрим, как мы можем это использовать. Ну вообще расширение Вселенной означает, что расширяется само пространство. То есть само пространство, оно как бы растягивается. И это значит, что расстояние между любыми двумя объектами постоянно растет. Далекие галактики, например, от нас, мы видим, что они отдаляются, и они отдаляются друг от друга. Все от всего отдаляется. То есть мы можем взять две далекие галактики, между ними протянуть некоторую условную веревку. И они будут отдаляться друг от друга, и этим будет создаваться работа. То есть они будут растягивать эту веревку, да, а там будет какой-нибудь, например, двигатель, который будет вырабатывать эту энергию. Ну на самом деле эти галактики, это некоторая условность, да, нам не обязательно эту веревку даже привязывать к каким-то физическим объектам. Надо ее просто выкинуть в пространство, и чтобы она была очень большая, и само пространство будет расти, да, и веревка будет растягиваться, и работа будет совершаться. То есть мы можем просто в пространство выкинуть много таких длинных штук, которые будут вырабатывать энергию. Но вообще тут есть много проблем. Расстояние огромное, и нам даже до ближайшей звезды дотянуться, там где-то 4 световых года, это нам надо такую вот тянуть. Но еще нужна большая эффективность, потому что энергия будет теряться из-за эластичности материала или из какой-то такой щегнитости. Мы не сможем извлечь оттуда полезную энергию. Ну, может быть, и сможем какие-то такие очень маленькие проценты. Ну, и пространство постоянно расширяется, получается, что каждый световой год расстояние создает еще где-то 2 сантиметра расстояния в секунду дополнительных, да, то есть постоянно пространство создает новое пространство. Ну, и до ближайшей звезды там где-то сантиметров 8-10, может быть, наберется в секунду, но все равно извлечь из этого какую-то энергию почти невозможно. Ну, а если когда-то в будущем такое и можно будет сделать с точки зрения ресурсов, то эффективность этого кажется крайне сомнительной, но зато в теории это возможно. А еще, кстати, со временем эффективность этого будет расти, потому что Вселенная ведь расширяется с ускорением, то есть это расширение постоянно растет, и, соответственно, оно со временем будет давать нам больше энергии. Правда, в соответствии с современными представлениями о космологии, это расширение Вселенной, оно растет экспоненциально, то есть в какой-то момент оно станет таким быстрым, что Вселенная просто разорвется, это называют большой разрыв. Но перед этим энергии можно будет получить очень много, правда, потом она уже никому не понадобится. Ну, и вообще, получается, что можно ли сделать вечный двигатель, если Вселенная не вечная? Продолжение следует...